Время в институте это потерянное время жизни. Как часто я ошибаюсь по этому поводу. Рынок сильно на подъеме. У меня на самом деле нет до сих пор окончательного ответа на этот вопрос. В принципе у меня к образованию профильному, если говорить о высших учебных заведениях, достаточно, по большей части, негативное. То есть профессии, где цена ошибки не очень высока и при этом время проверки гипотез небольшое, время в институте это потерянное время жизни. То есть это тот опыт, который можно было получить гораздо быстрее, гораздо дешевле и уже иметь рабочую профессию и что-то понимать в этом. Есть же профессии, где цена ошибки очень высока, либо скорость проверки гипотез очень велика. К примеру, врачи. То есть врачей нельзя на живых людях, чтобы они учились как там оперировать. Все-таки тут цена ошибки очень высока. Человеческая жизнь это не та штука, с которой стоит шутить. Также, возможно, строители, инженеры. То есть тут тоже я бы не хотел жить в доме, который человек построил без образования. Первый, то есть мне бы этого не хотелось. Но при этом такая профессия, как маркетолог, очевидно, что, во-первых, это проверить гипотезы очень быстро. Во-вторых, цена ошибки часто небольшая. То есть да, это может быть достаточно большие бюджеты, но часто ты тратишь их не моментально, а постепенно. Плюс, скорее всего, тебе не допустят быстро трати больших бюджетов, и ты будешь учиться на чем-то мелком. То есть в этом случае, на мой взгляд, высшее образование, оно не нужно. Существует много курсов, сейчас уже есть достаточно неплохие. Да, может, они не касаются именно музыкального маркетинга, но музыкальный маркетинг не так сильно отличается от маркетинга в любой другой сфере, как это принято думать. По поводу перспектив профессии, на самом деле, рассуждать с точки зрения текущей востребованности специалистов, дело неблагодарное, потому что, к примеру, если сейчас некая профессия, действительно спрос на специалистов этой профессии высок, и оплата труда у них высокая, то, вероятно, большое количество людей захотят стать этими специалистами, пойдут учиться на эту профессию. Соответственно, на рынок выйдет большое количество специалистов этой профессии, резко увеличится конкуренция среди них, резко упадет, соответственно, оплата их труда, и эта профессия уже перестанет быть такой уж интересной и перспективной к моменту, когда люди уже отучились, какое-то время отработали и получили какую-то более-менее квалификацию. То есть даже если сейчас СММ специалистов местами, возможно, не хватает, хотя мне, честно говоря, тяжело судить, каких-то статистических данных на этот счет я не видел. Порог входа в эту профессию, он достаточно низкий, и получить какие-то базовые навыки в области СММ можно сравнительно быстро, пройдя какие-то курсы, которых, благо, сейчас большое количество, в том числе есть достаточно неплохие, качественные, от действительно хороших специалистов и грамотно сделанный сам образовательный процесс. Этот факт, то есть если вы даже этим займете, и оказывается, что вы получаете и востребованы в этой профессии не так сильно, как вам хотелось бы, вероятно, владение этой профессией, владение этими знаниями, вероятно, вам пригодится и будет востребовано в течение вашей жизни, потому что работа с социальными сетями востребована в большом количестве бизнесов, не обязательно музыкальный, но и любой, практически любой другой бизнес. Есть исключения, но в целом, работа с социальными сетями и маркетинг, штука сейчас востребованная, нужная, и если вам, в принципе, эта сфера интересна, то, думаю, можно пойти поучиться, лишним не будет, особенно если пока вы не знаете, чем точно хотите заниматься, как стартовая площадка, почему бы и нет. Мне на самом деле нет до сих пор окончательного ответа на этот вопрос. Я могу сказать, как я выбираю я, и могу рассказать, как часто я ошибаюсь по этому поводу. То есть чаще я выбираю на основании опыта людей, которые эти курсы ведут, на основании кейсов портфолио, на основании упаковки этих курсов, то есть как выглядит сайт, насколько это уважаемая на рынке компания. Но часто эти курсы, они стоят дороже, чем, скажем, курсы менее именитых, менее опытных специалистов. Но это даже сильно дороже. Чаще всего эта стоимость оказывается оправданной, действительно, это попадаются неплохие курсы. Но не могу сказать, что это правило. То есть часто попадаются и хорошо упакованные, и действительно качественно снятые, но при этом пустые, бессмысленные курсы, где просто нет системы. То есть какие-то крупицы, наверное, можно в любом практические курсы для себя найти, в зависимости от вашего текущего опыта. Если вы не знаете ничего, в принципе, можно начать с чего угодно, скорее всего, для вас там будет много нового. Но по мере того, как ваш опыт и профессиональная квалификация будут расти, вероятно, не все курсы, не во всех курсах вы найдете для себя что-то полезное. И вот часто бывает, что в курсе нет системы. То есть просто какие-то набор техник, набор инструкций, которые слабо связаны между собой, и закончив которые, не появляется представление об общем устройстве, той сферы, в которой вы обучаетесь. Поэтому проблема образования, она онлайн-образование, связанная с курсами, она существует, очень много, очень низкокачественного продукта, но, в принципе, это касается любого рынка на такой, пусть не начальной стадии, я думаю, что у нас уже какой-то начальный совсем путь прошел, уже какое-то более формирование такого цивилизованного, серьезного рынка с сильными игроками в большинстве сфер онлайн-образования, хотя рынок сильно на подъеме. В принципе, эта сфера классная, если вдруг особенно вы хотите заниматься именно образованием и обучением людей. И, соответственно, постепенно она становится все более-более цивилизованной, качественной, так же, как и на любом другом рынке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok